Всем привет! Меня зовут Антон. Сегодня буду говорить о такой теме весьма необычной, возможно. Возможно, вы слышали. Идея в том, что я считаю, что конференции должны проходить в формате рассказать не то, что можно зауглить, почитать, а более о своем каком-то опыте о том, что нельзя прочитать, что нельзя получить другим путем. Поэтому постараюсь подкинуть вам пару идей, которые, возможно, вы продумаете. Используйте у себя. Возможно, нет. Тем не менее, я думаю, что мы хорошо проведем эти 45 минут. Вот. Так, кликер. Работаю. Вот. Это я. Я в основном занимаюсь такими более высокоруденными вещами. То есть я занимаюсь больше пресейлами, больше адвайзерами, разными воркшопами и так далее. То есть я работаю с клиентами напрямую, подаю им услуги своей компании, Global Logic. Вот. Либо помогаю допродать больше. Вот. То есть я предоставляю определенные решения. Их проблем. Поэтому я хочу сказать вам о таком одном подходе, который помогает улучшить тестирование где-то там, вот, в мифийской реальности. Речь пойдет о Agile. Да? Agile – это больно. Возможно, больнее даже, чем все остальное. Все, что вы слышали, наверное. Я так понимаю, здесь все тестировщики, правильно? Кто не тестировщик, поднимите руку. Окей, хорошо. Но, тем не менее. Вот. И я уверен практически, что все работают по Agile. Да? Плюс-минус. Agile, комбан, что-то такое. По Waterfall никто. Ну, это тенденция. Это часто так происходит. Идея в чем? Часто тестирование в Agile – это ад. Да? Ты ничего не успеваешь. Вечно творишь какую-то фигню. Ты вечно пытаешься сделать все лучше, но получается, как обычно. Да? И постоянно вот эти вот очень жесткие ритмы. Все сложно-сложно-сложно. И когда доходит дело до того, что ты приходишь на конференцию, тебе рассказывают, блин, смотри, короче, как можно. У нас там 100% тест-коверидж, у нас там вот это, вот это, вот это. Ты посидишь, думаешь, ой, я лошара, да? Думаешь так и, блин, а у меня, а как же, у меня что? Постоянно говорится, я в огне и вообще все, да? А тушить нечем. Вот. На самом деле, вот перед вами несколько причин, почему Agile тестирование файлится. Да? Это почему? Потому что меняются приоритеты. Ты себе запланировал работу, пришел, а она хопа менялась. Все. Ты уже не можешь. Ну, тебе нужно перестраиваться, и это долго, и скоупь меняется. Нужно было сделать вот столько, а теперь вот столько. А дальше вот столько. И ты тоже не знаешь, как с этим совладать. У тебя там много тест-кейзов, может быть, написано, там запланировано. Но по факту это все идет в никуда. Ты не можешь опираться. А Agile такая штука еще, что реквайрамы-то нечеткие. Либо их нет. Либо они есть, но как бы их нет. Вот. То есть это все приводит к хаосу. Потому что для тестирования нужно опираться на что-то, да? Все должны опираться на что-то. Обычным, в обычном мере, там, где waterfall, требования, опираются на требования, да? Берут требования, покрывают их тест-кейсами, и все как бы хорошо. А если реквариум этого нет, да? Ну, как в Adjali. Надо одним что опираться. Ситуация такая. Если что-то происходит не так на Adjali-проекте, либо ты начинаешь стонать, мыть, говоришь, что у меня рук не хватает, далее, you're not agile enough. Ты достаточно Adjali-ли. Типа, до свидания. Типа, все, иди. Это да. Но есть вариант, как это все решить. Вот банально приходит, заканчивается, говорит, блин, у меня Adjali, я вообще не понимаю, как это все устроить. Что делать? Риски. Риски – это такая универсальная пилюля, которая помогает получить точку опоры. На что опираться? Когда у тебя есть постоянная точка опоры, ты можешь от нее строить свою стратегию, правильно? Ты можешь нормально вести, потому что риски, как правило, не меняются. Они плюс-минус одни и те же. Я говорю сейчас о качественных рисках, не о проектах. Эти риски – это то, что может плохое случиться. Вот представьте, да? Вы делаете какой-то продукт, и вы такие думаете, окей, а чего я боюсь? Вот если я плохо потестую продукт, чего я боюсь? Я боюсь, что продукт сделает вот так, вот так, вот там, вот там, вот там, вот там. Это ок. Вы берете эти списки, вы берете эти риски, вы их записываете, и вы строите свой стратегий тестирования, основанную на этих рисках. Очень просто, смотрите. Как оценить размер тестирования? Много рисков – больше тестирования, да? Меньше рисков – меньше тестирования. Есть формальные техники, которые помогают оценить конкретно, не просто в терминах больше-меньше, об этом еще поговорим. Но в целом готовность к релизу тоже можно оценивать. Какие соточные риски, большие, маленькие, где они, важно-неважно. В частых фичах, в редких фичах, объем тестирования, больше тестировать, меньше тестировать, глубже, более высокоуровнево. Все тоже может основываться на рисках. Глубина тестирования. Если нужно урезать тестирование, мы не успеваем по времени, что мы делаем? Мы такие, ну, это тестить мы не будем. Окей, не будем, хорошо. Тогда мы можем просто дефицить, где рисков нет и никогда не было. Мы можем просто бросить покрытым чуть-чуть от хоком и все. И также приоритизация тестов на основании рисков. Как это работает вообще? Вообще, каждый риск состоит минимум из двух частей. Их на самом деле больше, но упрощенно в варианте две. Это импакт и лайклихот. Импакт – это влияние потенциального бага или риска на клиентов и на уровень продаж твоего продукта. Например, если какой-то баг может привести к тому, что половина клиентов откажется от твоего приложения, например, уязвимость в секьюрити, которую рассказывал вам Денис только что. Да, если там лично данные улетели, кто будет пользоваться таким продуктом? Это урон и репутация серьезно, и все. Это очень плохо. Лайклихот – вероятность, насколько это вероятно. Риск может быть огромным, ну, в плане импакта, но минимальным в плане лайклихот. Тогда все, возможно, не так плохо. То есть у нас есть разные стейкхолдеры. Бизнес, который говорит, ой, нет, этот баг был бы плох, на самом деле, если клиент его увидит. И есть технори, которые всегда знают вероятность. Вот мы как инженеры в основном, мы знаем, какая вероятность, что там будет баг. Вот если мы возьмем наш продукт, который там каждый у себя делает на проекте, все мы точно знаем плюс-минус, какая вероятность и где, возможно, будут проблемы. Это классика, потому что мы это чувствуем одним местом. Очень хорошо. Чем больше опыта, тем больше чувствуем. Если мы сложим эти две компоненты вместе, мы получим универсальный комплект с названием риск-левел, уровень риска. Мы учитываем и импакт, и лайклихот. Если и то, и то большое, риск-левел тоже большой. Если одно маленькое очень, а второе очень большое, и наоборот, это где-то средний риск плюс-минус. Так мы можем приоритизировать риски. Но есть один нюанс. Как это все завернуть в нормальный процесс вообще? То есть я могу говорить сейчас о чем-то таком философском, и это сложно понять. Смотрите, возьмем какие-то рекварименты. Возьмем рекварименты, либо же асэпсис-критерии. Мы их покрываем тест-кейсами, правда? Вот где-то вот такой трассибилити получается. Трассибилити матрица. Мы берем с асэпсис-критерий, либо рекваримент, покрываем его тест-кейсами, и говорим, все, этот критерий покрыт тестами на 100%. В репорте все красивенько, мы молодцы. Но критерии могут же меняться, правда? Могут же меняться и рекварименты. И поэтому тест-кейсы уже могут не покрывать. Или покрахать не полностью. Поэтому мы добавляем еще один уровень под названием риски. Что мы делаем? Мы говорим, в этой фиче могут быть риски вот такие, вот такие, вот такие и вот такие. Список рисков каждой фичи. Мы берем каждую фичу, думаем, что с ней может пойти не так, и пишем список рисков на каждую фичу. Даже если фича поменяется плюс-минус, список рисков останется тем же, потому что каждая фича приносит какой-то бизнес-вэлю клиенту. Правда? Ведь мы покупаем продукты не потому, ладно, или крякаем. Вот. То есть не потому, чтобы там купить, да, а потому что получить какой-то сервис. То есть какую-то услугу, правильно? Какое-то вэлю для себя. В этом и идея. То есть у каждой фичи есть своя бизнес-вэлю. И неважно, когда она будет имплементирована, бизнес-вэлю будет плюс-минус одними и тем же. А значит, и риски такими же будут одними и те же. Клиент может недополучить бизнес-вэлю, либо он не получит совсем, да? То есть это одно и то же. Поэтому риски, которые мы прописали, они таки останутся плюс-минус. Будут меняться и характеристики. Импакт, лайклихуд и так далее. Но они останутся тем же. То есть у нас есть бейслайн, точка опоры, на что опираться. Окей. Есть у нас эти вот риски. Теперь нужен процесс. Как это завернуть? Потому что менеджмент, кастомеры хотят, чтобы красивенько было на бумаге, да? Ну, это может выглядеть где-то вот так. У нас есть три фазы, грубо говоря. Идентификация риска, как их правильно собрать вообще. Есть асессмент, оценить правильно каждый риск и приоритизировать. И также придумать какой-то медикейшн-план, как с ними справиться. Какие-то риски могут быть слишком дорогие, чтобы их фиксить или уменьшать. Поэтому их можно просто забить. Некоторые могут быть более дешевыми в плане фикса. Некоторые более дорогими. То есть на основании этого можно приоритизировать, как мы хотим с ними работать. То есть, по сути, процесс такой. И мы посмотрим сейчас каждую фазу в отдельности, как ее можно имплементировать. На начале идентифицировать риски, как это можно? Ну, на самом деле их техник много. Скажу честно, доклад этот у меня занимал полтора часа. Это типа оригинальный размер доклада. И я его чуть порезал. Постараюсь вложиться в таймслот. Тем не менее, техники присоединяются одни и те же. Смысл в том, что как подойти к каждой фиче? Самый простой вопрос. Реально собрать экспертов, бронштормом по каждой фиче, расписать, что может пойти не так. Реально. С какой проблемой клиент может столкнуться? Например, если есть какая-то фича по применению скидок, тогда что может пойти не так? Скидка может не примениться, может примениться неправильно и так далее. Тогда это очень просто покрыть тестами. Почему? Риск уменьшается, если мы его тестируем. Правильно? Но уменьшается вероятность риска. Лайтлихуд. Если мы хорошо протестировали, вероятность очень падает. Если плохо протестировали, растет. А как же импакт? Импакт в принципе с девелопментом. Например, допустим, если у нас фича к этому может вообще не работать. У нее импакт большой. Но если мы сделаем несколько способов доступа к фиче через архитектуру, то тогда мы сможем уменьшить импакт. Этот способ не работает, но можно вот так, вот так. Workaround. То есть здесь такой нюанс. Идея в том, что когда у вас есть список таких рисков, вы сможете более внятно понимать большую картину. Вот это главный месседж. И когда клиент вам говорит, слушай, скажи мне, а в каком состоянии продукт? Ты такой, смотри, вот такие текущие риски в данный момент. Клиент говорит тебе, слушай, я хочу релиз сделать завтра. Ты понимаешь, что релиза, ну, не будет. Или будет, но лучше бы не было. Окей, но что ты можешь ответить кастомеру? Нет, не релиз? Да? Как ее убедить? А ты ему говоришь, смотри, ты кастомер вкусен, что если мы релизим завтра, вот эти вот риски, которые перед тобой, они могут сплыть. Ты окей с этим? Смотри, вот те риски текущие. Вот их уровни. Смотри, если он говорит ок, мы ж чистые, у нас руки-то чистые, мы ж умыли руки, да? Все. Кастомер сам выстрелил себя в ногу. А мы говорили. Если же он говорит нет, тогда мы добились успеха, мы добились цели. То есть у нас, получается, есть инструмент, который мы можем влиять на качество продукта напрямую. Проблема тестирования часто в том, что клиенты, они не совсем верят в тестирование. Почему? Смотрите, development – это просто. Ты код написал, скомпилировал, запустил, вот он работает. Ты можешь его пощупать, посмотреть, да? А тестирование как ты пощупаешь? Ну, баги есть, ну ок. Баги не говорят, было ли тестирование или не было, неизвестно, да? Только команда могла работать очень долго и есть баги или вообще не работать и есть баги, да? Ты не знаешь конкретно, что там было. И часто из-за отсутствия прозрачности кастомеры не верят в тестирование и не увеличивают касты на тестирование. То есть банально, кастомер часто не понимает вообще, что делают тестировщики. Реально. Почему? А он ничего не знает вообще. Ему ничего не репортит, не говорит. Он знает, что кликают, баги заводят. И все. И он говорит, зачем вам нужно больше денег? Он не понимает. Когда ты начинаешь ему прозрачно объяснять, что мы делаем, смотри, вот риски, вот это, вот это, вот это. Когда мы предсказываем будущее, условно говоря, этими рисками, он такой, о, блин, прикольно, да? Он видит, он понимает, что вы делаете. Тогда, если вы расскажете ему, нам нужно, что уменьшат такие риски, столько денег, столько ресурсов, вот-вот-вот. Либо мы можем забить на этот риск. Как ты хочешь, кастомер? Он говорит, блин, да, риск серьезный, я хочу его уменьшить. Блин, секьюрити – это реальная проблема. А если вдруг, а если вдруг, да-да-да. Давайте сделаем секьюрити аудит. А давайте. Все. Сайлинг-пойнт есть. Есть причина, есть проблема, и есть ее решение. Значит, дело кастомера – решить ее, либо не решить. То есть это нормально. Перекладывание ответственности на кастомера, потому что мы инженеры – кастомер-дисажин-мейкер. Все просто. Хорошо. Идентифицировали мы эти риски путем проектных ретроспектив, понять, какие риски уже были, да. Обычно одни и те же модули имеют похожие проблемы. Модуль авторизации имеет одни и те же проблемы, да. Мой модуль поиска фильтров – те же самые. Как правило, одни и те же риски, плюс-минус. Есть какие-то чек-листы готовые, есть какой-то предыдущий опыт. Неважно. Мы идентифицировали, оно есть. Что с этим делать? Можно оценить каждый риск, как мы говорили, приглашая нужных стейкхолдеров, нужных людей, которые помогут оценить лайклиход и импакт. Импакт определяет кастомер, продукт-оунеры, продукт-менеджеры, люди, которые понимают бизнес-торону продукта. Лайклиход определяет инженеры. То тоже все просто. Я сейчас покажу, как это работает. И mitigation. Как можно уменьшить риск? Уменьшить риск можно путем тестирования, да? Понятно. Мы делаем execution, тестирование. Лайклиход падает. Круто. Можем делать риск-контигенси. То есть планы, что делать, если риск возникнет. Бывают такие риски, которые ты толком не потестишь, но если ты знаешь, что делать в случае, все будет так. Ну вот, например, есть риск потери данных. Но если ты проработал план, где у тебя есть бэкапы, ты можешь быстро сделать рестор, и все будет хорошо. Плюс-минус, да? То есть ты риск практически нивелируешь этим, потому что дешевле сделать бэкапы, чем переделать архитектуру. Как выполнять себе решение. Такой квик-хак там на ближайший год, допустим, пока не сделано будет другое решение. Вот. И ты можешь принять риск. Потому что урон этого риска может быть меньше, чем фикс его. Дешевле. Поэтому это, с точки зрения бизнеса, это тоже ок. Поговорили о процессе. Увидели большую картинку. Теперь, по сути, о технике. То есть техника — это конкретно как имплементировать этот весь процесс. Их много. Реально много. Если вы загуглите, их куча. Я просто не успею все рассказать. Поэтому я выбрал такие самые работающие. Потому что есть книжки, где куча теорий. И в этой теории говорят, там, надо делать так, так, так. Но по факту оно не работает. Я выбрал те, которые я использовал в той или иной мере. Я привел некоторые примеры. То есть пример, ну, условно, из жизни. И использование техники, как она работает. Мы сейчас об этом поговорим. Смотрите. Идеальный такой процесс называется SST. Systematic Software Testing. Это процесс, который ты можешь показать кастеру и сказать, вот так мы будем работать. То есть это процесс непосредственно, которому ты можешь влечь все команды. Очень важно понимать, что люди, которые работают на проектах, они часто не представляют свою команду. Они часто представляют собой просто набор людей. Но об этом мы поговорим на докладе попозже. Здесь разница между командой и набором людей. Вот. Но здесь идея в чем? Для того, чтобы работало что-то где-то, как-то нужен процесс. И чтобы все этому процессу следовали. То есть процесс должен быть очевиден, понятен. Тогда люди будут понимать, что делать. Презентуешь процесс. Формально. Ты формируешь брендшторминг тим. Это команда, комитет, как угодно. Люди, которые занимаются составлением списка, ревью и так далее этих рисков. Второе. Ты собираешь список фич. Собираешь риски на основании этого списка фич. Определяешь likelihood, импакт. Можешь оценивать риск-лэбл, общий параметр, где ты можешь использовать либо численное значение, либо количество, либо качественное. Риск-квалитет. Посредством этого пытаешься менять приоритизацию, как по девалопменту тоже. Ну, это вполне логично. Если ты оцениваешь риск на стадии формирования проекта, продукта, ты можешь влиять на приоритет реализации фич. Например, самые рисковые фичи ты можешь имплементировать раньше, чтобы было время потестить и пофиксить. Это логично, да? А не как бывает, что у тебя там релиз завтра, а сегодня вечером у тебя там критикал-блокеры. Потому что у тебя банально не было времени фичу только-только запилили. И также протестировать нормально. Приоритеты, ревью, приоритизация, катлайн, типа это мы тестим, это хватит времени, это мы не тестим, это у нас не хватит времени. И, собственно говоря, рассматриваем mitigation, как мы будем с этим работать. Часто клиент говорит, а почему все не потестировали? Ты можешь ему сказать, что у тебя рук не хватает, он только ловьется тебе в глаза. Но если ты ему скажешь, смотри, вот список, у нас хватит усилий только на вот это. То есть ты ему что-то говоришь, вот это вот. Чтобы было больше, нужно больше людей, больше времени. И, опять же, кастомер сам принимает решение. То есть вы ему дали информацию для принятия решения, он принимает решение. Не вы принимаете решение. И это главное, потому что если вы принимаете решение, вы будете виноваты. Хорошо. Как это все работает? Пример. У нас есть какая-то система подписки на фильмы. Типа что-то на Netflix. Ну, допустим. У нас есть какие-то фичи. Вот смотрите. Поменять резолюшн экрана. Там 2К, 4К и так далее. Можно проиграть movie. То есть там есть фичи и атрибуты. Функциональные характеристики, нефункциональные. Можно купить подписку. Можно увидеть рекомендации какие-то. Создать аккаунт, восстановить аккаунт и юзабилити. И также есть атрибуты. Performance и Security. Не спрашивайте, почему аккаунт и юзабилити функциональным типа этим. Это повод для троллинга. Если вы пытаетесь загуглить, это функциональный тип тестирования или не функциональный. Но есть куча источников, которые говорят и то, и то. Но StickyBee говорит, что это функциональное что-то. Но не важно. Вот мы оценили likelihood и импакт. Смотрите. У нас фича, которая change resolution, поменять резолюцию. У нас likelihood 0.9 и импакт 0.9. Почему импакт 0.9? Кто захочет смотреть фильмы в 240p? Ну, если ты можешь поменять. Но никто не захочет. Это дайс важных фич. Критически важных. Поэтому импакт ее огромный. Likelihood, ну, потому что такая специфика продукта. Проиграть муви на втором месте. Знаете почему? Потому что, опять же, likelihood чуть меньше. По очевидным причинам это главная фич, она лучше всего тестируется. У перформанса тоже важно, кто бы смотреть фильмы, если она постоянно буферизируется. Надоедает, весит, ты такой же не можешь. И секьюрити то же самое. Если фильмы украдут кто-то, кто бы попасть в подписку? Ну, то есть, по сути, у нас есть приоритеты. Мы множим likelihood на импакт, получаем какой-то риск-левел. И он характеризует конкретную фичу и ее рисковость. Насколько сильно ее тестировано, сколько глубоко. Смотрите, мы смотрим такие, ага, окей, у нас хватит времени на вот эти вот пять первых. Мы говорим, to be tested. С рекомендашн мы можем этот риск на него забить. Да, почему? Как правило, рекомендации, это machine learning, то все, короче, ну, чтобы научить, например, модель, нужно время определенное, поэтому, короче, пока мы его принимаем. Окей, допустимо. А эти вот мы тестируем или тестируем high-level. Типа, создать аккаунт, recover account usability. Почему? У нас есть техсапорт, который все что поможет. Да, создать аккаунт. Создал аккаунт раз, и ты пользуешься. Чем если ты купил аккаунт, а фичи нет. То есть, вот пример, как это может работать. Такая табличка очень наглядная, очень хорошо показывает кастумеру его продукт и его риски. Погнали дальше. Вторая техника называется hazard analysis. Анализ, скажем так, катастроф. В чем ее идея? Идея в том, что у каждой катастрофы есть причины и последствия. То, что произошло, причина, root cause и последствия. Если мы знаем все причины, все последствия, мы можем понять больше об этом риске, об этой фиче. Например, если мы знаем причины hazard, мы можем их устранить. Если мы знаем последствия, мы можем устранить последствия. И мы здесь знаем идею, то есть у нас есть идея, что сделать с этим всем. Фокусируется на причинах, сфокусируется на последствиях, либо и на том, и на том, плюс-минус. Эта техника используется, как правило, в всяких safety critical продуктах, медицина, авионика, автомотив, там, где баг недопустим, реально недопустим. И во многих стандартах, сертификациях, которые, допустим, нужно пройти, чтобы твоя машина вышла на рынок, тебе нужно обязательно использовать какой-то список, риск-анализ факторов, техник, для того, чтобы пройти. И все. Для того, чтобы использовать, ты банально расписываешь не только риск, но и его причины, но и его последствия. И принимаешь к ним отдельные экшены. Вот. Это… Есть там еще куча разных техник, которые входят в нее. Вот. Но нет особо времени. Погнали. Cost of exposure. Это техника, которая более формальная, которая используется в больших корпорациях, где риски могут стоить миллионы, миллиарды долларов. Для того, чтобы там такие риски расписать. То есть, когда проект у тебя там с бюджетом в 100 тысяч, это не так важно. Когда проект там с бюджетом в 500 миллионов, это вообще другой мир. И там тебе нужно использовать вот что-то вот такое. Здесь я привел пример на основании какого-то там маркетинга. Допустим, у тебя есть три риска. У тебя есть риск того, что продукт отзовут из рынка, из-за каких-то там либо серьезных багов, либо нарушений полиси, либо еще какой-то штуки. У тебя есть, допустим, риск того, что твой продукт юзеры отвергнут, забросают гнилыми помидорами и так далее. И есть риск того, что твой конкурент нанесет тоже такой удар и будет соревноваться с тобой. Есть их три. У каждого риска есть такие характеристики. Вероятность искновения, да, likelihood, есть total loss. Сколько мы потеряем, если этот риск возникнет, плюс-минус. В этот анализ увлекаются разные бизнес-люди, маркетинг и так далее. И на основании этого расчисляется так называемый risk exposure rate. Банально мы множим проценты на total loss. И получаем то, что у нас самый серьезный риск – это competitive strike, у которого вероятность 10%, но он дешевый. То есть мы смотрим такие, окей, так, если этот риск, скорее всего, возникнет, 10% довольно высокий риск, но 25 штук будет стоить, ну, возможно, это и ок. Он предстоит информацию на основании цифр, что лучше, что хуже. Ок, есть. Что с ним делать? Мы, допустим, выбираем и говорим, что, окей, риск самый серьезный – 2500, но если что, мы готовы потерять 25, а вот там вот серьезнее, там 80. Поэтому сфокусируемся на нем. Хорошо, что мы будем делать? У каждого риска есть, скажем так, способы mitigation, способы уменьшения. Тут чуть сложнее, да. Математику вспоминаем. Есть такой параметр, называется risk reduction leverage. Его задача в том, что вот у нас есть, допустим, competitive strike, риск, и три контрмеры. Допустим, рекламная кампания может быть контрмерой, какой-то там price promotions, какие-то там sale, дискаунты, и одновременный запуск вместе с конкурентом. Их три варианта. Есть косты каждого из них, стоимость рекламной кампании, стоимость промоушена и так далее, и новая вероятность риска после денег, которые инвестированы в него. Смотрите, тыц, тыц, тыц. И в итоге мы смотрим, ладно, самая эффективная контрмера это будет simultaneous lunch, да. Смотрим, она стоит 10 тысяч, но, мы же помним, да, сам риск будет 25, то есть мы 15 тысяч как бы сэкономим, и все. А там мы можем потерять гораздо больше. Поэтому из этих цифр мы выбираем самую эффективную контрмеру, это advertising campaign, потому что бизнесу, например, очень важна репутация. То есть это те подходы, которые используют огромные крупные корпорации, типа Google, Facebook и так далее. Они используют такой рисканализ для того, чтобы понимать, куда двигаться бизнесу. И часто очень важны эти цифры, потому что, ну, как я сказал, если бюджет продукта там 100 тысяч, это одно дело, когда 500 миллионов, другая. Вот. И эти цифры очень важны. Есть еще другие техники. Например, техника FMEA. Ну, давайте о ней еще поговорим. У нас есть такая система кондиционирования обогрева. Вот и архитектура. Простая. Есть температурный сенсор, да, вот он. Есть какой-то микроконтроллер, который управляет данными сенсора. И есть дисплей, есть input. И управляется эта система нагрева и кондиционирования. Ее параметры такие, да. Вход от плюс 5 до плюс 40, можем задавать, целочисленное. Отображает текущую температуру, отображает желаемую температуру. И поддерживает. Как бы простая система. Это embedded. И проблема этого в том, что если у тебя есть баг здесь, ты как в клиент-сервере, ты не накатишь новую версию просто так. Тебе нужно менять прошивку. Бегать к каждому клиенту и у него менять прошивку. Как в стиральной машине, как в обычной машине и так далее. В этом проблема. Здесь риск-анализ очень важен. Потому что малейший баг будет стоить колоссальных денег. Тебе нужно отозвать все железо, везде обновить прошивку и сделать то, что нужно. Либо вмести изменения на уровне архитектуры. Сейчас я скажу почему. Смотрите, у нас есть такая ситуация. Вот это вот называется FMEA. Failure Mode Effect Analysis техника. Это одна из самых тяжелых и крутых техник, которые используются вообще в риск-анализе. Ее используют на всех серти-критиковых продуктах. Абсолютно на всех. Если где-то ее не используют, банально продукт не пройдет сертификацию. Легко. Потому что в стандартах написано, что ее нужно использовать. В чем ее смысл? Знать о каждом риске максимум информации, максимум сколько возможно. Идея в том, чтобы понять, где же может быть уязвимость. Смотрите, риск такой. У нас вот здесь полей, не знаю, 12. Всего их там 20 с копейками. То есть там здоровенно такие FMEA таблицы есть. Здесь он говорит о том, что есть сенсор, и в нем есть определенный риск. Какой? Сенсор-фейлер. У нас есть вот этот вот сенсор, который может сломаться. Что в этом случае произойдет? Возможно, система может нагреть вас до 40 градусов и держать такую температуру. А может, наоборот, вас охлаждать постоянно. Вполне. То есть, по сути, может нанести какой-то вред. Если там минус 40, это серьезно. Это какая-то промышленная система. То есть, у нее есть какое-то severity. То есть, какое-то значение severity, насколько это важно, насколько это серьезно. Действие это максимальное. Есть потенциальные причины. Почему? Какой-то environment, плохой сенсор, либо качество сенсора плохое. Банально. Ты купил где-то в Китае, заказал партию сенсоров. Короче, они плохие. Все. При такой архитектуре у тебя сенсоры будут ломаться, и твоя система будет сходить с ума. И люди будут очень жаловаться. Сюда вписываем всякие данные касательно того, где это находится, какие возможны контрмеры, насколько сложно обнаружить проблему. Тритабиллоти 4. То есть, насколько это вообще вероятно. RPM – это risk priority number. Это перемножение severity, occurrence и defectibility. По сути, идея в этом – понятно, сколько все серьезно. 80 – это серьезно. И здесь также у нас есть определенные экшены для рекомендаций. Как можно решить проблему, если сенсор сломается? Добавить дубликат. Правда? Это просто. Поставить такой сенсор и смотреть. Если есть разница между сенсорами больше в градус, допустим, просто вырубать систему. Очень безопасно, очень продуктивно, и клиент не будет взбешен. У него не погибнут растения, которые там замерзнут. Либо там люди не пострадают и так далее. Правда? Это очень важно. И если ты без этой штуки вообще смотришь на такую систему, выглядит все логично. Ну, сенсор, ну, контроллер. Поле ввода там, дисплей. Все круто, работает. Ты даже это можешь кучу миллионов раз протестить. Реально. Кучу тестов пройдешь, оно будет все работать. Но центр сломается, и все. И ты не сможешь предсказать, насколько это будет плохо. Есть такая еще техника, называется Quality Function Deployment. Это техника, ресурс, так называемый House of Quality, то есть дом качества. Ее идея в том, чтобы каким-то образом пересвязать бизнес-хотелки и реальность имплементации продукта одновременно. Потому что часто эти две вещи вообще не подходят нигде. Идея в том, что у нас есть слева то, что хочет кастомер. Вверху то, что как можно удовлетворить его хотелки. Есть разные ограничения и так далее. Смысл в том, что при помощи этого дома качества, здесь есть нюанс. Если мы его правильно построим, вот где-то в таком виде, например, выглядит сложно, согласен. Но есть корреляция между реквариемом слева и техническими реквестами сверху. Тут есть нюанс. Есть YouTube-видео. Вот ссылочка. Там приводится пример. Для того, чтобы рассказать эту штуку, нужно где-то минут 30. Поэтому я сделал такой лютый хак. Я, помимо всего, видел ссылочку сюда, что можно было смотреть. Там чувак сам IT рассказывает очень доступно и понятно на примере автомобилей. Вот. То есть достаточно крутая штука, если кастомер не знает, чего хочет. Вот если кастомер пришел и говорит, я хочу что-то такое. А ты говоришь, это нереально сделать. У нас нет рук, нет сил, нет экспертизы. И нужно как-то прийти к вашему знаменателю. Это то, что вам нужно. Но для этого нужно чуть разобраться. Поэтому смотрите. И последняя техника, которую сейчас сегодня хочу рассказать, это Fold Tree Analysis. Это техника, которая позволяет устранить все возможные причины, которые ведут к кому-то риску. Банально просто. Если ты устранил причины, риск тоже исчез. Да? Как это возможно? Смотрите, у нас есть такой риск, называется машина обрезается в объект. Почему машина может обрезаться в объект? Какие причины? Смотрите, две. Либо драйвер заметил, ну типа не заметил объект, либо левая машина не смогла затормозить. Ну, редко бывает кейс, когда драйвер увидел объект и врезался в него. Да? Но здесь мы не можем повлиять никак на это все. Почему так происходит? Драйвер не увидел объект. Почему? Потому что объект не виден с машины. Или сенсоры машины ее не видят. Это маленькая какая-то такая палочка, которая там пруд, который торчит в земле. Слишком тоненький, чтобы сенсоры увидели, чтобы прохронник заметил. Драйвер Дранг. Да. Вполне кейс. Либо драйвер уснул. Три проблемы. Как и пофиксить? Первое. Добавить частоту сенсоров. Тогда объект любой будет практически виден. Драйвер Дранг. Поставить какую-то систему для задувания, для зажигания. Такое уже есть, кстати. В китайских машинах, в Great Wall, у них есть штука, где, чтобы завести машину, тебе нужно его типа задуть. Реально. Если есть пара алкоголя, до свидания. Вот. Либо драйвера слип. Есть система, которая контролирует твои глаза. И если они закрываются больше, чем на 2 секунды, она начинает тебе мигать, а потом орать. Вот. Также, если машина не может замазить полностью. И проблемы. Либо слишком быстро едет, либо слабо тормоза. Слишком быстро едет ограничительной скорости. Плохие тормоза добавят добавочные тормоза. Улучшить, там, не знаю, качество и так далее. То есть, если есть какой-то серьезный риск, мы можем устранить его последствия. Последствия. Причины, вернее. Устранить сам риск. Но проблема в том, что вот это все внизу может быть слишком дорого, чтобы фиксить сам риск. Поэтому многие забивают, либо фиксуют некоторые причины из этого списка. Вот. Где-то это все так. И также, если вам интересно больше, здесь есть куча ссылочек на книжечки разные и так далее. Вот. Поэтому задавайте вопросы, если у вас есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Как оценивать риски, например, с кастомерами, если идет беседа, например? Очень сложно оценить приоритет бага, к примеру, который может возникнуть. Ну, например, с фильмами я бы с некоторыми значениями мог поспорить. С какими, например? А можно вернуть? Да. По-моему, с переключалкой. А, вот, предложка. Да, предложка фильмов. Это коммерческий фактор очень важный. Человек может зайти один фильм посмотреть, а так бы он зашел еще там три купил, к примеру. Согласен. Да, но здесь идея в том, что продукт, допустим, новый. И машина лернинг-модель еще не натренирована good enough. Если она будет снять всякую фигню, то толк от нее ноль. Вот. То есть, как бы, поэтому в этой ситуации его поставили внизу. Где? А, окей, может быть. Да. Баги везде есть. Просто, может, есть какие-то техники, чтобы лучше понимать, как их выставлять. Им пока лайк выходит. Да. С кастерами ситуация другая. Ну, это уже больше техника переговоров, но, тем не менее, когда есть два человека, которые общаются, не могут прийти к общему знателю, нужен третий медиатор, который поможет им прийти. То есть, смысл пригласить больше людей компетентов в той же области. Допустим, нечетное количество пять. Это будет, допустим, два человека с одной стороны, два с другой стороны и медиатор. Тогда намного проще прийти к общему знателю. Когда люди по очереди высказываются о своем мнении, приходят к общим значениям. То есть, это помогает фокусироваться больше. Ну, на уровнях. Такой техники, чтобы вот четко сразу было понятно, где Lucky Good Impact, нет, потому что продукты разные. Есть разные клиенты, разные рынки, разные фичи, и это предсказать невозможно. Нет чек-листа, который бы мог сказать, что вот это важно, это не важно. У каждого свой selling point. Смотря какой большой продукт. То есть, обычно это 5-7 человек, где 3, 2 или 3 технических, 2 или 3 бизнес и 1 медиатор. То есть, как правило, так. Потому что больше это будет уже толпа, меньше это будет нестачное количество мнений. По одному, с каждой стороны, нельзя. Либо 2, либо 3. Это оптимальное число. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Меня зовут Таня. У меня такой вопрос. Сколько в процентном соотношении должно занимать, оценивание рисков в кейной команде? В процентном соотношении по времени? По времени, да. Сколько по времени? Если есть команда, которая работает с двухнедельными спринтами, обычно у нее занимает это где-то… Переначальный дисканализ – день-полтора. Первоначальный. Последующий, то есть, когда происходит development, риски меняются. То есть, reassessment. Это занимает пару часов. Сейчас два. Где-то. Но первоначальный больше. День-полтора. Это тот инвеск, который нужен, чтобы с нуля это все сделать. Стандартная скам-команда, где-то там 7-9 человек. Вот так и есть. Спасибо. Спасибо. Еще кто-нибудь? Окей, круто. Да, всем спасибо большое. Увидимся позже. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...